Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне, благодаря нашему девизу «Заужих, оплакив мертвых, разбивая молнии» решили рассказывать вам о самых популярных психиатрах, о самых популярных врачах. Сегодня у нас кто самый популярный психиатр России и как его вообще определять сам по популярному. Ну, самый простой способ. В Яндексе вбиваем самый популярный психиатр картинки и у нас появляется Зураб Кикелидзе, который являлся, по-моему, сейчас тоже является главным внештатным психиатром Минздрава РФ. Ну, чем характеризуется Зураб Кикелидзе, самый популярный психиатр? Мы много о нем рассказывали. Пожалуйста, послушайте наши, посмотрите наши ролики. Ну, кратко напомню. Ну, во-первых, он не знает многих психиатрических диагнозов. Слушаем. Как быть людям с ОКР? Что имеется в виду ОКР? Обсессивно-компульсивное расстройство. А, понятно, понятно. Главное дело. Нет, я вот такого не слышал про обсессивное. Ну, пусть будет это ОКР. Ну, и ему везде чудится доллар. Слушай. От всех событий, конституция, коронавирус, курс доллара впал в депрессию. Что делать? С долларом что надо делать? С эмоциональным состоянием. Ну, вот видите. Ну, и самое главное, что, конечно, не он является автором, но он поддерживал это и очень хорошо поддерживал вот это открытие, которое сделали в институте имени Сербского, которое он длительное время возглавлял бывшая Причистинская психиатрическая больница для заключенных. Вот это удивительная, я бы сказал, теория. Значит, там развивается учение, развивалось учение, не знаю сейчас как, учение о том, что если человек убил и ограбил, то он вменяемый, а если убил просто так, то невменяемый. Ну, например, вот была Бада Цапков. Вот видите, там один из этих Цапков. Они, конечно, убивали и грабили. То есть, они действовали из корыстных побуждений. Даже если они не грабили, то все равно они действовали из корыстных убеждений. Убивали конкурентов там, запугивали таким образом. То есть, все равно корыстные побуждения. Значит, они были признаны вменяемы. Ну, вот Голливиев, который, как вы понимаете, серийный убийца, он просто убил. Значит, он в Сербского был признан невменяемым. Уже дошло до того, что следственному комитету пришлось проводить вторую психолого-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге для того, чтобы доказать, что Ильнас Голливиев является вполне вменяемым. Ну, вот такой странный психиатр является самым популярным психиатром. Ну, конечно, такого самого популярного психиатра надо было подвинуть. И его, конечно, подвинули. И Светлана Шпорт, дочь экс-губернатора Хабаровского края, возглавила институт имени Сербского, который до этого возглавлял Зураб Кикелец. Ну, вы скажете, ну, хорошо, может быть, это не самый популярный психиатр в России. Ну, как же все-таки определять самого популярного психиатра? Мы попробовали еще один способ. Самый популярный психиатр, опять же, в Яндексе, но включили не картинки, а поиск. И там нашли такую ссылочку лучшие психиатры России топ-20 из 13 851 психиатра России рейтинг лучших психиатров за 22-й год, основанный на там скольких-то отзывах и столько-то фотографий работы. Как вы думаете, кто оказался самым популярным психиатром России? Это некий Швачкин Сергей Дмитриевич, психиатр, психотерапевт из Нижнего Новгорода. Вот, смотрите, у нас с вами получается некая конкуренция. С одной стороны Зураб Кикелеца, с другой стороны Швачкин. Честно говоря, это какая-то очень и очень плохая конкуренция. Я думал, что с помощью Яндекса можно действительно определить более-менее известного психиатра и представить его вам, рассказать о том, какой он хороший или напротив плохой. Но, к сожалению, ничего не получается. Может быть, вы сами будете нам писать о психиатрах, с которыми вы сталкиваетесь, для того, чтобы мы могли о них рассказывать, потому что нам было бы очень и очень интересно. Потому что, конечно же, вряд ли кто-нибудь будет заинтересован в этой самой конкуренции, кто победит Швачкин или Кикелидзе. Ну и, как всегда, я вас прошу, не только делайте ваши ставки, кто победит Швачкин или Кикелидзе, но и подписывайтесь на наш канал в обязательном порядке. А то, откуда вы узнаете, кто самый популярный психиатр России, вам же никто больше об этом рассказывать не будет. Ну, пожалуйста, пишите комменты, нам еще раз говорю, нужны рассказы о психиатрах, с которыми вы сталкивались, мы, может быть, даже собственный конкурс проведем. Ставьте лайки, становитесь спонсорами нашего канала, хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!